Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Я сейчас ее зачитаю, дам свои комментарии. Вы тоже в комментариях, девушке что-то будет подсказать. Если вы считаете, что такие видео полезны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, распространяйте видео в соцсетях, а мы приступаем. Добрый вечер, Галина! Я давно смотрю ваши видео, очень много важной информации, полезной информации. Спасибо вам огромное за ваш труд. Давно хотела вам написать, видимо, сейчас пришло время. Ни с кем и знакомых поделиться этим не могу, потому что в их глазах у меня все идеально. Но это не так, к сожалению. Наша история началась в марте 2018 года. Мне в WhatsApp пришло сообщение от неизвестного мужчины. Ничего особенного. Привет, как дела? Я увидел твое фото, и ты мне очень понравилась. Можем ли мы общаться? Я ответила, что можем. После этого завязалась переписка. Он рассказал о себе, что живет в Бодруме, работает в компании Coca-Cola. Пять лет уже в разводе, живет один. Родители живут в Стамбуле. Рассказал, что любит музыку, живопись и так далее. Рассказывал все откровенно, с теплотой. У меня вопрос, как в WhatsApp мог? Неизвестно, где он ваш номер взял, мне интересно. В конце мая я прилетела в отель. Мы договорились, что он приедет вечером после работы к отелю, и мы сможем встретиться в холле. Я хотела первую встречу в безопасном людном месте. Правильно, логично. Приехал, встретились, и тут между нами пробежала искра. Мы понравились друг другу. Следующие три дня мы провели вместе. Хакан забирал меня из отеля, утром привозил вечером. Хакан очень хотел, чтобы мне понравился город, понравилась Турция. Через три дня он спросил разрешения представить меня своей семье. Я очень испугалась и сказала, что, наверное, в другой день поедем. Он сказал, хорошо, значит, завтра утром мы поедем на завтрак в мой дом. Я не спала всю ночь, но утром он приехал за мной и сказал, что все, уже меня все ждут. Поехали. Нас ждали на пороге дома. Мама, папа, брат с женой, сестра приехали накануне из Стамбула. Все были очень приветливы, доброжелательны. Носился со мной, как с писаной торбой. И мое волнение постепенно утихло. Очень меня тепло встретили. Честно скажу, встретили так, как и должно быть. Классно, это серьезно. Это просто идеальный вариант для хороших, серьезных отношений. Когда так представляют за такой короткий срок. Но вечером я хотела вернуться в отель. Мама стала протестовать его. Она приготовила комнату для меня, и я согласилась. В комнате на кровати лежали новые туалетные принадлежности, пижама. Мама сказала, чтобы я ни о чем не беспокоилась. Я спала спокойно. Хакан вел себя очень достойно. Никаких покушений на мое тело не было. На следующий день я вернулась в отель. Он взял отпуск на работе, и мы все дни провели вместе. Но мой тур подходил к концу, и мне уже нужно было возвращаться домой из Санкт-Петербург. Очень тяжело мы расставались. Потом еще долго-долго тянулись дни. И мы общались только по интернету. Каждый день мы виделись по камере. На следующий год Хакан пригласил приехать меня с мамой и моим сыном. Он хотел познакомиться поближе. Приглашал в свой дом, но моя мама не хотела жить в его доме. И Хакан купил нам тур в отель рядом с его домом. Знакомство родителей прошло очень хорошо. Все остались довольны. Потом мы снова вернулись домой. Поговорили, что теперь Хакан приедет к нам в гости. И снова год полный ожиданий, надежд и только ежедневное видео по телефону. Потом случается пандемия. Экономическая ситуация становится сложной. И Хакан предлагает мне приехать к нему. Я приезжаю в конце августа, но оказывается, ее родители на время пандемии тоже переехали жить к нему. Начинаются будни. Уже нет той теплоты со стороны родителей. Вроде бы ничего плохого, но я начинаю замечать холодок. Пока Хакан дома все прекрасно. Но когда он уходит на работу, все меняется. Я остаюсь изгоем. Я сижу в комнате в ожидании вечера. Мы уезжаем куда-то на пару часов. То по возвращении комната была вся однажды перерыта. Я не понимаю, что родители ищут в нашей комнате. Я спрашиваю об этом у Хакана. Он говорит, что они с детства так делают. Он пытается бороться с этим, но все тщетно. Сказал не обращать внимания. То есть занять позицию такую же, как у меня. Он вам посоветовал. На кухне мама хозяйка. Мне готовить она не дает. Помощь не принимает. Сказала, что одна кухня, одна женщина. Ну, она имеет на это право. Это очень логично. Папа докладывает Хакану каждый шаг. Бежит впереди меня к машине. Говорит, что я сегодня разговаривала по видео с каким-то мужчиной. Я разговаривала с сыном. Ему вообще 22 года. Конечно, у него голос мужской. Если мы уходим в свою комнату, то родители 2-3 раза обязательно откроют дверь. Спросят какую-то ерунду. Если мы идем посидеть в сад, то папа тут как тут садится рядом. Начинает Хакану показывать какие-то видео в телефоне. Новости. Мама делает точно так же, но реже. То есть я не могу понять, что с ними происходит. Они постоянно вклиниваются в мой контакт с Хаканом, когда он бывает дома после работы. Хакан тоже злится на них. Но я его успокаивала до какого-то момента. Утром я проснулась от того, что кто-то стоит и смотрит на меня. Открываю глаза, а возле кровати стоит папа. У меня ступор. Я разбудила Хакана. Он спросил, что папа, что случилось? А папа сказал, что он зашел посмотреть, что мы делаем. Куча восклицательных знаков. Я в шоке. Хакан ругается, выгоняет отца из комнаты. Потом приносит ключ, закрывает комнату уже на ключ. Если Хакан похвалил меня при всех, то мама тут же обижается и говорит, что она тоже так умеет, как я. Сестра в разводе, к ней часто приезжает ее бойфренд. Дом сестры тоже находится рядом. И как-то за ужином он сказал ей, вот смотри на Тате. Она всего на два года младше тебя. Но какая у нее фигура хорошая, а у тебя 20 килограмм лишних. Ужас. Сестра на меня уже обиделась. Больше не разговаривает, избегает встречи. Я не понимаю, почему я-то виновата. И понимаю, что в семье напряжение. Выносить мозг Хакану жалобами на поведение его семьи я не стала. Он и так встает на работе. Но я сказала, что хотела бы жить с ним в отдельном доме. Я вернулась домой в Санкт-Петербург. Мне очень больно находиться далеко от него. Потому что я действительно люблю этого человека. При моем отъезде мы договорились, что Хакан найдет другой дом и сразу приеду к нему. Мы будем жить отдельно. Но пандемия-то продолжается. А воссы ныне там. Что мне делать? Есть ли будущее у наших отношений? Я люблю этого человека очень сильно. Люблю. Но такое поведение по отношению ко мне я не могу позволить даже его родителям. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Спасибо за удаленное время. С уважением, Татьяна. Татьяна, что я вам хочу сказать? Ситуация обычная. Обычная в том плане, что мальчик, уже взрослый Хакан, если вашему сыну 22 года, ну где-то вам 42 может быть. Или 40 лет. Таня, что я вам могу сказать? Хакан не разорвал свою поповину с родителями. В этом вся проблема. Как вас хорошо, классно встретили? Идеально. Это говорит о том, что у них хорошая, правильно воспитанная турецкая семья. То, что папа приходит посмотреть, что вы там делаете, когда спите. К сожалению, в таких семьях это тоже нормально. Но это не говорит, что это нормально для вас. Дело в том, что вы не узаконили как-то отношения. Вы ему не являетесь супругой. Поэтому они, люди, видимо, старые очень закалки. И в возрасте, и их такое поведение. Они очень ревностно к нему относятся. Здесь вопрос не воспитания менталитета, а в том, что они его до сих пор видят своим сыном, которого не готовы отпускать к женщине и жить отдельно. Поэтому где-то в свои 40 лет примерно, да, он уже, во-первых, хочу обратить внимание, что он разведен. По какой причине? Многие живут с родителями мужчины и женщины после развода в среднем возрасте, в своем. Это тут не зазорно вообще. В целях экономии, например, средств там не покупать квартиру или не снимать и так далее. Продвинутые, прогрессивные в Стамбуле будут жить отдельно, если у них свое отдельное жилье и так далее. Не с родителями. Но очень многие после разводов им мальчики и девочки возвращаются в дом родителей. Это нормально здесь. Это не так, как у нас в России, к этому можно отнестись. Но я хочу узнать, а причина развода? Может быть, она была опять третьей лишней? Понимаете? Очень важна причина его развода. Второе. Даня не готова отпустить своего мальчика, сыночка. Плюс у него и живет сестра, не замужем, у нее есть бойфренд. Она живет опять же дома рядом с родителями. Это клановая семья, которая не отпускает своих детей. Очень часто здесь родители, дети, братья, сестры, кузины, кузины, тети, дяди живут вообще на одной улице в разных домах. Но они все равно как своим семейством живут. Они ходят друг к другу постоянно в гости. А там уже не понимаешь, кто где у кого живет. У них все там перемешано, намешано. Они постоянно в контакте, в полном слиянии. У ваших отношений есть будущее. Потому что первое, я вижу, мужчины из нормально воспитанной классической семьи в том плане вас очень хорошо встретили. Второе, он к вам очень хорошо относится. Очень правильно вас знакомил со своей семьей. Быстро отчасти, доверительно. С вашей мамой вам оплатил путевку с мамой познакомиться. Готов к вам приехать, но из-за пандемии не смог. В общем, все очень правильно. Будущее есть. Но ваше будущее только, конечно, подальше от его родителей. В одном городе, но даже не в одном районе. В районе чуть-чуть подальше. Честно. Если вы будете жить в другом доме, но на соседней улице. Или в этом же районе, где там, не знаю, 10 минут на автобусе, на машине до вас ехать. Они вам и там покоя, скорее всего, не дадут первое время как минимум. Это опять будет проблема, знаете, в чем устанавливаются эти границы, обидки, всякая история пойдет. На это нужны нервы и время. Вот чтобы эти границы не стараться не расставлять, не напрягаться, и обид лишних не было со стороны турецкой. Лучше жить подальше, когда они просто тупо физически до вас лишний раз доехать не могут. Тогда и вот это и все заварушки по границам и обидам не будет. Для вас это самый лучший исход. Как решать вопрос? Ну, тут вопрос пандемии. Решать этот вопрос очень просто. Когда вы конкретно собираетесь уже переезжать к нему жить в Турцию, и к вашему переезду он должен найти жилье вам новое. Вот и все. Но никогда не соглашайтесь на тот же самый район с его родителями. Город, в котором он в Стамбул, как я... Нет, он не Стамбул, как вы говорили, с Бурсой или с Бодрумой. Сейчас посмотрим. Наверное, с Бодрумой вроде бы, да? Уже сестра у него с мужем приезжали вообще из Стамбула в гости с вами знакомиться. Тут еще письме далеко не буду искать. В общем, тем более курортная какая-то зона. Ну, подальше куда-нибудь. Подальше райончика. Прямо не надо с их домом рядом. Это ваше спасение будет. Что хочу отметить. Мужчина правильно себя очень неплохо ведет. Вот это его отношения. Типа вам может казаться, ой, слизняк. Родителям против сказать не может. Пуповину оборвать не может. Кажется, да. Но он их очень любит. Он другой жизни, скажем так, не видел без них. Первое. Второе. Он очень конкретно хорошо категорично настроен. Он целый ключ закрыл комнату. Он сказал, они так всегда делают с детства. Я уже привык. Он просто адаптировался. Он не знает другого поведения с ними. Свои реакции. Другой на них. Которые вы можете ему показать. Вы правильно делаете. Как, кстати, здоровый психичный человек. Самодостаточный. И вы не воюете с ними. Ну, просто уехали. Не надо тоже баранами быть. Сталкиваться лбами. Вот эта история, это тоже лишняя. Тем более, у вас уже пожили. У вас сын есть взрослый. У вас уже есть опыт отношений и тому подобное. Зачем это ерундой заниматься. Правильно. Но. Мой вердикт я сказала. Второе. Как этого добиться. Ну, вы обговоряете уже конкретный переезд. Когда вот конкретно вы будете переезжать. Серьезно. Не просто в гости. На месяц. На три. А переезжать надо. Решать уже этот вопрос отношений. Но это ваши условия. Я об этом раньше в видео своих рассказывала. Это ваши условия на переезд. Что вы будете жить отдельно с ними. И когда вы будете покупать там билеты переезжать. Он уже должна быть готова. Какая-то квартира. Какое-то жилье. Подальше от них. Все. Этот вопрос легко решится. Чем дальше они от вас в городе в этом будут жить. Тем вам будет проще. И честно скажу, что это может мужчину обидеть. Если откровенно прямо сказать из разряда. Я хочу жить подальше твоих родителей. Но откровенно так напрямую нельзя резать. Но вы можете, знаете, как поступить. Посмотреть. Там поисучайте город, район. Еще что, где, как, где его работа. Поближе к работе. Или там смотри. Ой, поближе к центру. Или там какой-то там. Мне первое время будет. В общем, включите женскую хитрость. Включите немножко дурочку. Жертву. В том, что я переезжаю. Языка не знаю, ничего не знаю. Мне надо ближе к людям. Например, русскоязычным. К какой-то диаспоре. Или к центру. Чтобы я могла как-то социализироваться. Самостоятельно что-то делать. Чтобы я не была дома там отрезанная. От социума общества. Мне можно было там на какой-то торговый центр. Возле дома куда-то выйти. На первое время. Чтобы знать, что где как. Вот это можно все хорошо притянуть. Этот повод классный. Для того, чтобы жить от родителей подальше. Территориально выбрать жилье. Родители будьте готовы. Побухтят, побухтят. Но сына своего все равно отпустят. Потому что у них рядом под боком живет неустроенная еще дочка без замужества. Они займутся ее обустраиванием. Ее счастье. Семейной жизни. Вам лучше подальше от них жить. Вот и все. Будущее есть. Не расстраивайтесь. Мужчиночек хороший. Нормально воспитанный. Все в принципе правильно. Но вот этот момент с родителями. Его можно в принципе перебороть. Вы на него сильно бочку не катите. За слабохарактерность. Он просто по-другому не умел. И важно это. Почему он развелся до этого. Вот это разузнать. Это очень много будет полезной информации. О поведениях, о реакциях, о причинах. И вы можете сделать для себя выводы. Как он может в подобных ситуациях себя вести. Пишите девочке ваши комментарии. Что девочке посоветуете. Я вам спросила. Может кто-то из подписчиков был в подобной ситуации. Что посоветуете. Если считаете, что видео полезное. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Я всегда под видео оставляю свою почту. В инфобоксе. Разворачивайте. Смотрите. Вы можете мне написать личную свою историю. Для разбора видео. Либо записаться на психологическую консультацию. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.